Региональный специализированный отряд Продемонстрировали специальное снаряжение, позволяющее работать под водой, в задымленном помещении, в условиях повышенной радиации и химического заражения Министра особенно интересовало происхождение всей этой чудо-техники Оказывается, далеко не все это сделано за бугром Например, термозащитные костюмы, которые выдерживают температуру до 1000 градусов, делают у нас в Московской области Это, в частности, пожарная аутоцистерна 21 века в Московской области выпускает Цистерна с высоким давлением, именно отвечает всем требованиям и не уступает ничему зарубежным аналогам Оксана Иголовича, скажи, предупрел БЭР-бород Уникальную установку для пенотушения смастерили сами спасатели И она отлично себя зарекомендовала на пожаре на московском нефтеперерабатывающем заводе День и живой пример, который мы все знаем, который мы видели, в том числе и с Риотова наблюдалось Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе Его долго тушили, пыталась включать Москва, у них ничего не получалось После этого вызван оригинальный специализированный отряд А он входит в зону, мы обязаны им помогать Мы своими силами приехали и оказали замечающую работу И где-то после нашего приезда через полчаса пожар будет отрушен Но это была высокая категория сложность? Да, да, это была самая высокая категория сложности по городу Москве Таких пожаров бывает очень редко Но обычно на таких пожарах я работаю И наше предназначение и создание именно для такого рода пожара не было Люди не пострадали? Нет, люди не пострадали, и наши не пострадали люди, и не пострадали рабочие люди Обычно сколько бывает вызвало, ваше рабочее состояние? Вот здесь вот график есть, вот здесь вот самое большое 900 выездов у нас Так обычно от 500 до 900 выездов Спасибо большое Большой интерес вызвало устройство, называющееся Куб Жизни Оно предназначено для эвакуации людей с верхних этажей зданий Сергей Степашин выразил сожаление, что это устройство производится только в Америке Ведь по статистике в этом году 9000 человек погибли в окне, заблокированы в высотных зданиях Примерно третьих можно было бы спасти с помощью Куба Жизни Отечественные аналоги пока только разрабатываются Противопожарное подразделение отряда располагает такой диковинкой, как Мотодельтаплан Он предназначен для уточнения границ возгорания и для поиска пострадавших в очагах пожара Большой площади Такой аппарат единственный в России и приобрести его помогла администрация города Функция Мотодельтаплана похожа на вертолетные, но стоимость эксплуатации в десятки раз ниже Начальник специализированного отряда полковник Мозалев, докладывающий министру, особо подчеркнул большую помощь, которую оказывает его подразделение глава города Сергей Степашин поблагодарил Александра Николаевича за оказываемую помощь Региональный специализированный отряд насчитывает 210 человек и обслуживает 31 субъект федерации в центральной части России Но бывает ситуация, когда боевые ци выезжают и в другие регионы, и даже за рубеж Недостаточное финансирование, задержки выплата зарплаты, постоянная работа в экстремальных условиях, часто связанная с риском для жизни Что и говорит, тяжелая служба у спасателей Но несмотря на это, РСО-1 самый боеспособный отряд в России Это особенно отметил и министр внутренних дел Так что есть что-то в стране, чем можно сегодня гордиться? Пожарными нашими это 100%? Субтитры создавал DimaTorzok